Звёздный ужас Николай Гумилёв Это было золотою ночью, Золотою ночью, но без лунной. Он бежал, бежал через равнину, На колени падал, поднимался. Как подстреленный метался заяц, И горячие струились слёзы. По щекам морщинами изрытым, По козолиной старческой бородке. А за ним его бежали дети, А за ним его бежали внуки, И в шатре из небелёной ткани Брошенная правнучка визжала. «Возвратись!» — ему кричали дети, И ладони складывали внуки. Ничего худого не случилось, Овцы не наелись, молочая. Дождь огня священного не залил, Ни косматый лев, ни зент жестокий К нашему шатру не подходили. Чёрное предо ним чернел круче, Старый круче в темноте не видел. Рухнул так, что затрещали кости, Так, что чуть души себе не вышиб. И тогда ещё ползти пытался, Но его уже схватили дети. За полы придерживали внуки, И такое он им молвил слово. «Горе, горе, страх, Петля и яма Для того, кто на земле родился, Потому что столькими очами На него взирает небо чёрный, И его высматривает тайны. Этой ночью я засну, как должна, Обернувшись шкурой носом в землю. Снилась мне хорошая корова, С выменем, отвисым и раздутым. Под неё подполз я поживиться, Молоком парным, как уж я думал. Только вдруг она меня легнула, Я перевернулся и проснулся. Был без шкур я и носом к небу. Хорошо ещё, что мне, вонючка, Правый глаз поганым соком выжгла, А не то гряди я в оба глаза, Мёртвым бы остался я на месте. Горе, горе, страх, Петля и яма Для того, кто на земле родился. Дети взоры опустили в землю, Внуки лица спрятали локтями, Молчаливо ждали все, что скажет Старший сын с седою бородою, И такое тот промолвил слово. С той поры, что я живу со мною, Ничего худого не бывало, И моё выстукивать сердце, Что и впредь худого мне не будет. Я хочу обоими глазами Посмотреть, кто это бродит в небе. Вымолвил и сразу лёг на землю, Ничком на землю лёг спиною. Все стояли, затаив дыхание, Слушали и ждали очень долго. Вот старик спросил, дрожа страха, Что ты видишь? Слушно ответа не дал, Сынь его с седою бородою, И когда над ним склонились братья, То увидели, что он не дышит, Что лицо его темнее меди, И сковеркано руками смерти. Ух, как женщины заголосили, Как заплакали, завыли дети. Старый бородёнку дёргал хрипло, Страшные проклятия выкликая. На ноги вскочили восемь братьев, Крепких мужей ухватили луки. Выстрелим, они сказали в небо, И того, кто бродит там, подстрелим. Что нам это за напасть такая? Но вдова умершего вскричала, Мне отомщение, а не вам отомщение. Я хочу лицо его увидеть, Горло перерывать ему зубами, И когтями выцарапать очи. Крикнула и брякнулась на землю, Но глаза, зажмурившие и долго, Про себя шептала заклинанья, Грудь рвала себе, кусала пальцы. Наконец глянула, усмехнулась И закуковала, как кукушка. Лин, зачем ты к озеру? Лин, но я, хороша печёнка антилопы. Дети, у кувшина носа добьюсься. Вот я вас, отец, вставай скорее, Видишь, зенды с ветками, а мелы. Тростниковые корзины тащат, Торговать они идут, не биться. Сколько здесь огней, народа сколько, Собралось всё племя, славный праздник. Старый успокаиваться начал, Трогать шишки на своих коленях. Дети, луки, опустили внуки, Осмелели даже, улыбнулись. Но когда лежащая вскочила, На ноги, то все позеленели, Все вспотели даже от испуга. Чёрная, но за белыми глазами, Яростно она металась с егоя. Горе, горе, страх, петля и яма, Где я, что со мною, красный лебедь? Гонится за мной, дракон трёхглавый, Крадётся, уйдите, звери, звери. Рак не тронь, скорее, от козерога. И когда она всю с тем живоем, Своем обезумевшей собаки, По хребту горы промчась к бездне, Ей никто не побежал в догонку. Смутные к шатрам вернулись люди, Сели в круг на скалы и боялись. Время шло к полуночи гиена, Ухнуло и сразу замолчало. И сказали люди, тот, кто в небе, Бог или зверь, Он верно хочет жертвы. Надо принести ему телицу, Непорочную отковицу, На которую досель мужчина, Не смотрел ни разу с вожделением. Умер и гар, сошла с ума, горая, Дочери их только восемь весен, Может быть, она и пригодится. Побежали женщины и быстро, Притащили маленькую гару. Старый поднял свой топор кремневый, Думал лучше продолбить ей темя, Прежде чем она на небо взглянет. Внучка ведь она ему и жалко, Но другие недели сказали, Что за жертва с теменем долбленым. Положили девочку на камень, Плоский черный камень, на котором До сих пор пылал огонь священный, Он погас во время суматохи. Положили и склонили лица, Ждали, вот она умрет и можно, Будет всем пойти заснуть до солнца. Только девочка не умирала, Посмотрела вверх, потом направо, Где стояли братья после снова, Вверх и захотела спрыгнуть с камня. Старый не пустил, спросил, Что видишь? И она ответила с досадой, Ничего не вижу, только небо, Вогнутое черное, пустое, И на небе огоньки повсюду, Как цветы сноя на болоте. Старый призадумался и молвил, Посмотри, еще и снова гора, Долго-долго на небо смотрела, Нет, сказала, это не цветочки, Это просто золотые пальцы, Нам показывают на равнину, И на море, и на горы зендов, И показывают, что случилось, Что случается и что случится. Люди слушали и удивлялись, Так не то, что дети, так мужчины, Говорит, до ныне не умели, А угары, пламенели щеки, Искрылись глаза, олели губы, Руки поднимались к небу, Точно улететь она хотела в небо, И она запила вдруг так звонко, Словно ветер в тростниковой чаще, Ветер с гор Ирана на Ефрате. Мелли было восемнадцать весен, Но она не ведала мужчины, Вот она упала рядом с гарой, Посмотрела и запела тоже, А за Мелой аха, а за ахой, Ур, ее жених, И вот все племя, Полегло и пело, 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 Словно жаворонки с жарким полднем, Или смутным вечером лягушки. Только старый отошел в сторонку, Зажимая уши к лохами, И слеза катилась за слезою Из его единственного глаза, Он свое оплакивал падение, Скручил шишки на своих коленях, Гара и вдову его, и время, Прежнее, когда смотрели люди, На равнину, где паслось их стадо, На воду, где пробегал их парус, На траву, где их играли дети, А не в небо черное, Где блещут недоступные чужие звезды.